Всем привет! В эфире Этнографика. Меня зовут Виталий Штыбин и сегодня мы продолжаем серию спонсорских видео, посвященных кавказским культам. В этот раз поговорим о железе, о священном статусе железа на Северо-Западном Кавказе. Так, культовые практики, связанные с железом и кузницей, очень распространены во всем мире. И Кавказ здесь, в общем-то, никакое не исключение. Железо воспринималось древними людьми как объект священный, как божественный, потому что он создавался как нечто новое вообще, чего раньше не было. И отсюда его сакрализация, таинственность кузни и самой профессии кузнеца, в черкесском, адыгском обществе и абхазском, железо и кузнец были связаны с образом небесного кузнеца Тлевша, а абхазов это Шашева или Абжныха. Во многом образ Тлевша в мифологии, в образах мировоззрения абхазов и адыгов приобрел статус божества или сверхчеловека, покровителя кузнечного ремесла. Посвященные ему обряды проводили весной через возлияние на железный плуг или лемех и на топор, и именем Тлевша давались обеты, ему посвящались праздники выздоровления больного или праздничные мероприятия в честь удачного набега. После обряда люди веселились, отдыхали, а главной забавой была страдьба по мишеням из винтовок в цель, то есть с лошадей. В местах исполнения народных ритуалов сегодня можно встретить подвешенный плуг и молот, например, в ауле Большой Кичмай. Функции Тлевша очень переплетаются с таковыми у бога-громоверства Шибли, если мы говорим об адыгах, которые часто взаимозаменяют друг друга в различных обрядах. Возможно, что культ Тлевша как-то отделился от культа Шибли, как кузнечная специализация этого огненного небесного божества молний и грома. Известно, что в священные деревья адыги и шапсуги в прошлом вбивали металлические предметы, то есть это такой символ смешения этих двух культов, и считалось, что такой способ усиливает священное магическое действие самого дерева. Тлевша связан с образом одного из лесных духов, божеством деревьев Жигуаше или Древесной Девой, черты которой прослеживаются даже сегодня в золотошвейных узорах на костюмах адыг черкесов. К культу Тлевша также относился уже упомянутый нами в одном из предыдущих выпусков обряд Чапш, когда обряд исцеления больного. Отдельная тема – почитание кузни, встречающаяся в основном на северо-западном Кавказе. В прошлом в кузню привносили новорожденных младенцев, которых обмывали водой из чанов, где остужали металлические изделия. Если у женщин часто умирали дети, то ее беременные приводили к кузнецу и обливали тоже же этой водой, которая использовалась для закалки железа, смешанной с углем, и в сопровождении определенных молитв, поскольку сам уголь тоже имел культовое значение в обрядах, связанных с железом. Священной считалась и надочажная цепь, как вместилище родового духа. Ее передавали из поколения в поколение, считалось ее потерять, значит, подставить под угрозу весь род, всю семью. Надочажную цепь также использовали в ритуалах вызова дождя, ее могли кидать в корыто и семь дней там полоскать для того, чтобы вызвать дождь. Или, например, для исцеления скота, как мы уже видели в одном из предыдущих видеороликов, где я рассказывал про вот этот обряд застеления скота, когда его прогоняли через тоннель, в котором была протянута дочажная цепь. У всех народов Кавказа отмечалось понимание железа как магического оберега, предмета, способного по суевериям оберегать от различных болезней и бедствий. У абхазов культ кузни, он называется Ажирныха или Хачхама, проводился в день сотворения и обновления мира. Это с 13 по 14 января. У нас это известно как Старый Новый Год. Накануне праздника, перед закатом солнца, малельщик приводил жертвенного белого козла за рога кузни, где уже были птицы разные, бедухие куры. Обнажив голову, все становились вокруг наковальни, и главный управляющий, так скажем, мероприятием жрец молился в честь Бога Шашвы, просяя его не спослать хороший урожай и благословение. Далее на следующий день с утра мужчины закалывали животных, разделывали и варили мясо, готовили мамалыгу у абхазов, это обычно, в больших котлах, так, чтобы хватило на всех участников этой священной трапезы. Женщины варят петухов, в этом случае, и кур в традиционной кухне пацхи, замешивают тесто для ритуальных таких пирамидальных вареников, которые называются ахампал. И перед тем, как варить вот эти вареники, женщина, отвечающая за приготовление теста, должна была слепить из этого же теста две фигуры основных светил, солнца и луны, что символизировало день, ночь и, соответственно, восход и закат. До заката солнца на следующий вот этот день рядом с кузней устанавливался небольшой стол с готовой ритуальной пищей. Родовой жрец с белой рубахи брал в одну руку ветку орешника, с нанизанными на нее сердцем и печенью жертвенного животного, а в другую зажженную свечу и читал при этом молитвы. В молитвах он обращался к богу кузня Шашвы с благодарностью за все успехи в прошлом году и с просьбой о мире, здравии и благополучии для семьи или для общества в следующем году. В это время все члены его рода стоят позади жреца, также держат в руках свечи. После молитвы разливают вино из специального кувшина, который взорвался в этой священной земле специально для данного праздника задолго до этого мероприятия и угощают их всем присутствующим за исключением детей. После чего жрец приглашает участников мероприятия отведает ритуальная пища и высказает пожелания на следующий год. Обязательным является также произнесение молитвы в честь матери детей, хранительницы домашнего очага, в ее здравии и благополучии, в благодарность за ее старание и усердие и за ее труд по благо всей семьи. Ну и дальше застолье. В бытовых обрядах металлические предметы также имеются большое значение. Например, при входе в новый дом владельцы проходят под металлическим предметом. Во время свадьбы у адыгов, причемноморских, мать жениха поднимает ножом фату невесты. А в обряде погребения часто на грудь мертвецу кладутся кинжалы, если это мужчины, и ножичек, и ножницы, если это женщины. Ну, в настоящее время это не всегда происходит, потому что, ну, допустим, как я видел, вот в аулах, которые вдоль Кубани находятся, частенько просто выбивается на головном камне кинжал или ножницы. Примечательно, что корни этого обряда имеют ту же основу, что и представление балканских народов о вампирах. В прошлом люди в этих регионах считали, что телом мертвеца могут легко завладеть злые духи, которые используют его, чтобы навредить людям. И для того, чтобы этого не случилось, тело умершего протыкало с металлическим предметом, который как бы аннулировал эти злые силы. Вероятно, именно такие представления были у жителей вокруг Анапы и Новороссийска с 9 по 12 века, потому что видно, что в могилах археологи находили портнутые металлическими предметами скелета. Ну, сейчас, конечно, этого нет. Ну, я даже слышал странную такую версию, будто бы колобут эти металлические предметы для того, чтобы тело не опухало так сильно, особенно в жаркую погоду. Но это, мягко говоря, спорная вещь весьма. Представляется, что корни ритуала Тлепши уходят в глубокую древность. В районах исторического проживания адыгов, черкесов, абхазов археологи-краеведы находили немало примитивных древних кузин еще эпохи дольменов. То есть это где-то 4-5 тысяч лет назад примерно в время. И рядом с такими местами часто находят Тлепши и курганы. То есть это курганы, засыпанные сверху шлаком из закислившегося железа и глины. Довольно обильно, довольно часто. И, как правило, рядом с ними, с ручьями и дольменами, находят вот эти дольменные кузни, так называемые древние, в которые древние кузнецы изготавливали такие примитивные металлические плашки из подручного материала. Чаще всего и железо использовалось в те древние времена не самое качественное. Вот эта форма железа просвеживается в мифологии. Согласно народскому эпосу народов Кавказа, тело Сосрук или Саус-Рыква в адекском варианте, оно стальное отражнение и лишь размягчается в кузне. Причем он стальной, он черный. Не так, как мы привыкли сталь видеть, такую блестящую синеватую или сероватую. Зачатие, появление иносвет и закалка этого героя описывается так, словно идет речь об изготовлении человека из небесного железа, то есть метеоритного. Можно предположить, что связь железа с небом и гробом образовалась из-за источника как раз-таки железа, которое использовалось первыми вот этими кузнецами. Вот это вот не очень качественное железо. Просто наиболее доступным было метеоритное черное железо, которое на поверхности земли находилось. И можно, опять же, предположить, что изначально такой вид железа отождествлялся больше с кругом камней черного цвета. Тогда в каменном веке почитание каменных изделий, камней было. И черный металл метеоритный, он был похож на черный камень. И, соответственно, ему помог придаваться такой, благодаря его цвету, такой ритуальный статус сакральный. И отсюда пошел переход на сакральности, на изделие с железом. Ну, в частности, у ряда народов Кавказа возле черных камней совершали обряды с исцелением от бесплодия для испытания зрелости мальчиков, для вызывания дождя. Отсюда и появились устойчивые связи культов, как предполагается, железо и культов вызова дождя и вообще небесных громовых ритуалов. Ну, и опять же, вспомним в Каабе черный камень, который еще до появления мусульманской религии считался сакральным священным таким объектом для поклонения в Древнем мире. То есть, во всем этом мы видим такую вот взаимосвязь перехода от каменного к железному веку и, соответственно, перехода сакральности через черное метеоритное железо. На этом у меня все. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать свежие уведомления о новых видео на этом канале. Также напоминаю, что есть в наличии книга «Танцы, горы и каштановый мед». Всего 30 штук осталось в твердой обложке с подписью автора, поэтому успейте их заказать, пока они не закончили совсем. Ну и до новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»